Здравствуйте дорогие друзья! Мы начинаем нашу недельную главу с войны с Медьяном. Глава называется Матод. И интересно, что Всевышний говорит отомсти медьянитянам. Обычно мы знаем, Тора пишет не мсти, но здесь надо отомстить за то, что Медьян хотел нас просто погубить. И физически, и духовно. Уничтожить просто народ хотел. Это очень коварный враг. Это сын Аврагама Медьян, это не кто-то. Это брат Ицхака родной, это сын Ктуры. Мы знаем, что он 140 лет женился и четвертым сыном Атуры был Медьян. Так у него в главе Хаесара стоит 5 сынафей. Здесь же мы видим та же структура. У него также и сохранилось 5 царств в Медьяне. Цурхуррева и Вирикама, так звали его царей, которых пришлось убить. Сказал Всевышний, что нужно взять всего лишь по одной тысяче воинам из каждого колена. То есть не все 603 тысячи, 550 или сколько там, 600 на 1730 осталось. А именно вот воюет всего 12 тысяч. Если в другие воины мы шли всем народом. А здесь нет, вот бери немножко людей. 12 тысяч. И пошли мы воевать и убили всех мужчин. И так и написано, что среди убитых вирикама Цурхуррева. И Белиама, сына Беора, убили мечом. Белиам, он потомок Исама. Его орудие меч. Но он решил нашим орудием нас погубить. Слово. Он пытался проклясть еврейский народ. У него это не вышло. Что он не пытался, ничего не получалось. Все проклятия превращались в благословения. И тут он дает совет, что Всевышний Израиль ненавидит идлопоклонство и разврат. И они не пожалели своих жен, своих дочерей. В общем, отдали своих лучших девушек, чтобы только нас соблазнить. И мы поклонились Беальпиору. И у него это сработало. Какие бы мудрецы Торы не были. 40 лет учили Тору в пустыне. Из первых Руза, Устмаше, Агарона, Элизара и Тамара. В общем, невероятные учителя. И все шикарно. Но не выстояли. Не выстояли против них девушек. И потом поклонились Беальпиору. Думали, что это смешно. А это кончилось очень плохо. И если бы нас не спас поступок Пенхаса, мы еще не знаем, чему привели бы эти последствия. Действия Медьяна. Взяли мы в плен жен Медьянитян и их детей. И весь их скот, все, что у них было, мы забрали. И все города их мы сожгли огнем. И доставили это к Моше и Кагарону. Не Кагарону, а Кэлизару Коину. Доставили их. Вот сюда, где мы располагались. От Бейдгэшмота до Вильгашедима. Это место напротив Ерихона. У Иордана мы расположились. И сказал Маше, чтобы надо было откошеровать все. Все, что проходит через огонь. Это золото, серебро, медь, металлы. Провести через огонь. То, что нельзя провести через огонь, проводим через воду. И так мы кашеруем тоже огнем, водой. В общем, это надо было сделать, чтобы очистить это все. Потом написано, что Маше разгневался на военачальников. Начальников тысяч, начальников сотен. Что они оставили в живых всех женщин. Ведь это они по совету Беляма Совратили вас на служение Баомпиору. И сказал, что их надо казнить. Так и сделали. И оставили только девочек до трех лет. Как пишет Раши. В Лосферной памяти. Что только они остались. Всех остальных пришлось казнить. И потом нужно было добычу, которую мы взяли в Медьяне. Нужно было правильно разделить. Половина добычи пошло всему народу. И половину добычи забрали воины, которые шли на войну. Воины в соответствии с законом войны должны были отдать каждое пятисотое животное, отдать нужно было в храм. И так и сделали. А также и людей. Каждое пятисотом она была отдать коинам. Получается в служанке они пошли, девочек до трех лет. То есть таких девочек было 32 человека. Был мелкий скот. Его было 675 тысяч. А крупного скота было 72 тысячи. И основу 61 тысяча. Ну и женщин, которых не познал мужчина, 32 тысячи. И половина, ходившись на войну, была доля их 300, получается, 337 тысяч 500 животных. И, дать Богу, было 675 из этих животных. Пятисотая часть. А крупного скота было 36 тысячи воинов, из которых, дать Богу, 72. И основу было 30 тысяч 500. Это же половина из тех, которые привезли, из которых, дать Богу, 61. Ну и девочек, мы говорили, 32 человека отдали коинам. Это воины. Но остальной народ должен был отдать не 500, а 50-ю часть. Тоже больше 10 раз должны были отдать другие люди. Они так и сделали, и они отдали это в храм. Вот так. После этого смотрят начальники тысяч и начальники сотен. Посмотрели, все войны целые. Война прошла. Все живые, все здоровые. Воевали против серьезной армии оровной. Полная победа, без единой потери. Все живые. И они, благодаря Всевышнему, отдали золото, которое они брали. Они это отдали все на храм. Вот так. Пишется, что начальники сотен, начальники тысяч отдали это на храм. Возможно, и воины тоже, но пишется, начальники тысяч и начальники сотен. Благодарность отдали все это на храм. Вот так. То есть, война с Медьяном была последней войной в пустыне. Больше мы уже в пустыне не воевали. Это последняя стоянка, последняя война. После этого мы уже будем делать отчет, который будет дальше в главе Масей. На этой неделе мы будем читать и вторую главу, которая называется Масей. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан. Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла. Мазал Парнаса Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бен Ри. За хороший дух Арон Ария Бен Двоера, Диз Бен Нахум, Авиган Бат Сар. Парнаса и Бриют Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Мария. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Кавана. Мазал том, что мы это время не грешили. Читали Тору. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Я надеюсь, это будет завтра в 15.30 в Бен Эдер. До встречи.